Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Руслан Бортник на связи прямо сейчас, известный украинский аналитик. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Хотелось бы быть не просто аналитиком, но и политологом иногда. То есть человеком, который не только понимает, но еще может понять процессы, но который еще может задать тоник некоторым из этих процессов, повлиять на что-то. Ну, хотелось бы, но знаете, как бы политика в Украине, мы об этом поговорим во второй части нашей беседы, но она такая очень своеобразная, с такими очень интересными поворотами, и кажется, что это русло уже прорубили, и тут повлиять очень сложно. Ну, в общем, обо всем по порядку. Начать я хочу наш разговор с израильского излома, который вот сейчас, по-моему, набирает вообще просто каркаломные какие-то обороты. Ну, во-первых, Гутерриша Израиль теперь захейтил, и, соответственно, требует канцелинга Гутерриша, засказанное, по поводу Палестины и оккупации этой страны. Ну, это, наверное, очень такой яркий пример. И в обратную сторону мы слышим сегодня заявление Эрдогана, который говорит о Хамас, никакие не террористы, а освободители. Руслан, вот эта вся история, ее драматургия с наземной операцией, с пылающим Ближним Востоком, ведь, ну, чем дольше она будет, тем меньше внимания для Украины. Логика правильная? Не совсем, Александр. То есть это только первая часть логики. То есть номинально, условно говоря, если представить, что это сферический конь в вакууме, то да. А если посмотреть на весь комплекс отношений, то, возможно, и нет. Почему? Потому что, с одной стороны, на нынешнем этапе, безусловно, кризис вокруг Израиля и на Ближнем Востоке, он отвлекает ресурсы США и западного мира. Информационное внимание, политическое внимание, экономическое внимание, боеприпасы, все отвлекает. Но, с другой стороны, этот кризис, он еще раз подстегивает западные политические элиты к более радикальным внешнеполитическим действиям. Вот, условно говоря, если кто-то из них верил, что ситуация в Украине – это только вопрос США и России, то сегодня становится понятным, что есть глобальное противостояние. И действительно, глобальная архитектура мира может быть переобустроена. И переобустроена без западных элит, без их участия. А они привыкли жить, в том числе, имея доступ к дешевым ресурсам всего мира, а живя в прекрасном своем доме одновременно. И понимаете, чем больше кризисов, тем может быть резче. И реакция Запада, и он больше в нее может вкладываться, в эту реакцию. Еще буквально, просто один небольшой пример. На Украину потратили 200 миллиардов, на Афганистан в свое время 800 миллиардов долларов. Правда, на Афганистан на протяжении 20 лет. Но вы, чтобы понимали, когда есть мотив, когда есть тянутость, то могут вложить намного больше. Поэтому сейчас, вот на нынешнем этапе, да, Израиль вредит Украине. Но если эскалация международных отношений и это будет увеличиваться, и если падение миропорядка глобального будет ускоряться, тогда, возможно, Украина даже получит в какой-то момент... При этом для всех, и для нашей страны в том числе, и в том числе из-за Израиля, возрастает риск того, что у нас начнет наедина настоящая третья мировая война на нашей территории. Что не русские и украинские войска тут будут сталкиваться, а северикорейские в какой-то момент, китайские, иранские, понимаете, американские. Поэтому это не свиреческий конь в вакууме. Все сегодня зависит от того, сможет ли США удержать Израиль от полномасштабной войны в регионе, согласится ли США и Израиль на раздел Палестины, реальный раздел на два государства. Мы видим, что турецкий президент фактически едва ли не потребовал себе турецкий мандат. Британский мандат, помним, который руководил Палестиной до 1946 года. Сейчас турки говорят, нет-нет, США, вы не вмешивайтесь в наши дела. Мы здесь созовем мирную конференцию, и пускай стороны между собой решать, как жить дальше. На самом Ближнем Востоке идет борьба тоже трех партий, персидской, шиитской, иранской, иранско-шиитской, условно говоря, арабо-сунницкой, прежде всего Саудовская Аравия, корни этого, и турецкой. Три партии одновременно, все они настроены антиизраильские, антиамериканские. Все, каждая из них пытается выдавить США из региона и увеличить свою зону контроля в регионе. Сам Израиль, израильское руководство, и заявление в отношении ООН, и всего остального показывают, в каком взвенчанном состоянии находится израильское руководство, которое прекрасно понимает, что если оно не ответит на террористическую атаку Хамаса, на порядок больше резнёй, на порядок больше политической военной реакции, то судьба Натаньяху, всей его команды, всей его властной вертикали в этой стране, она будет коротка и неблагозвучна. И всё, взвинтилось вот такой вот вызов. Поэтому, с одной стороны, израильтяне хотят отомстить. И отомстить так, чтобы не то, что не было, а так, чтобы всем стало понятно, что это компенсируют любые атаки Хамаса, любое убийство мирного населения, отомстить без помощи США и других партнёров, они не могут. Почему? Потому что сил не хватает. Силей слишком... Ну как не хватает? Погодите, вот это же какой-то лютый цирк. Руслан, у нас рассказывали о том, какая-то потрясающая армия, цахал, как всё современно, как всё там неимоверно технологично, какие мощные вояки, инструкторов, сколько было в Украине из Израиля с 2014 года. А тут какие-то, простите, ну, головорезы на джипах перевернули всё с ног на голову. Ну, неужели силы Израиля на пределе? Это головорезы не только на джипах, но и на этих, на парапланах, вы не забывайте. Мы шутим, конечно, но и с этими водолазными трубками. Мы шутим, конечно, но эти головорезы прекрасно умеют вести радиоэлектронную разведку. Они используют самые современные методы войны. За спиной у них стоят другие государства. Они к этой войне давно готовились. И Израиль потенциально, конечно, может разгромить Хамас. Нет шансов против израильской машины. Но Израиль потенциально может не справиться с Хамасом, исламским джихадом, Хазболой, Ираном, Сирией и всеми остальными. Вот в чём проблема. То есть Израиль не сможет справиться с последствиями большой войны. И поэтому требует поддержки США. В США и Европе этой поддержки не абсолютно. США прекрасно понимают, что даже если Израиль победит в этой войне, то цены на энергоносители в мире после бомбардировок Ирана или Сирии так вырастут, что Байден проиграет выборы. А цель этого процесса была усадить за стол переговоров с Саудовской Аравией и Израилем до войны. Для того, чтобы они пожали друг другу руки, США взяли под контроль цены на глобальные энергоносители, Байден снизил цены на галлон бензинов США и выиграл выборы. И вот в таком вот замесе находятся все стороны сегодня. США держат за руки, за ноги Израиль, не позволяя начать полномасштабную войну. Натаньях понимает, что без полномасштабной войны он политически обречён. 60-80% израильтян говорят, что он виновен за провал израильской армии. Оппоненты США и Израиля в регионе потирают руки. Особенно Иран, Саудовская Аравия. Цены на нефть уже поползли вверх. И они прекрасно понимают, что Израиль не сможет в этот раз. Что это не 70-е годы, не арабо-израильские войны. Что за это время все прошли по определённой дороге. Но разница, условно говоря, между вооружёнными силами за это время уменьшилась. В какой-то мере, как украино-российская армия. 14-й год и 22-й. Разница очень существенно уменьшилась, баланс поменялся. И события развиваются или до эксцесса какого-то, или до момента, когда США решат всё-таки уходить с Ближнего Востока. Решат договоры оставить всё-таки на Ближнем Востоке не на Израиль уже, оставить на договорённости с Саудовской Аравией, Турцией, Грязь и Сираном. Передадут им мандат, только не Лиги наций уже, а может быть по-другому это будет как называться, ООНовский мандат на управление этими территориями. Как вам кажется, вот если так подводить черту над... Хотя мы понимаем, что подводить черту ещё рано, может произойти... Ещё вам хочу сюда добавить. Эта ситуация в Израиле показывает, что сейчас любой конфликт сразу становится глобальным. Любой значительный военный конфликт сразу становится глобальным. За спиной участников сразу выстраивается ряд геополитических конкурентов. С одной стороны, с другой стороны. Набор конкурентов одинаков. С небольшими региональными поправками в зависимости от региона. Набор конкурентов одинаков. Всюду вы увидите. США, Китай, Россию. Всюду. Ну, безусловно. Ну, знаете... Это показывает, что если это сейчас работает по Ближнему Востоку, если это заворотит по Ближнему Востоку, работает дальше. Дальше, значит, вспыхнет Венесуэла, которая там объявила референдум, незаметный нам, о присоединении двух третьих территорий Гаяны и Геэксон собирается сбывать нефть. Дальше это вспыхнет, может быть, снова Кавказ. Дальше это снова вспыхнет, может быть, Северная Корея или Тайвань. Значит, дальше будет множество оживлений конфликтов, которые приведут к разгробу Байдена на выборах и к новым переговорам уже между новой администрацией в США и другими глобальными игроками о новой глобальной архитектуре. Сам Байден сказал, что старый мир не работает. Это вообще самое важное, что прозвучало за последних, не знаю, за последние два года. Сам Байден сказал, что надо строить новый мировой порядок. Происходит даже глобальный сдвиг в сознании даже американских политических рит, хотя они хранители и главные бенефициари старого мирового порядка. Даже они сегодня это не понимают. То, что еще будет полярным, надо понимать. Это не обязательно двуполярный мир, многополярный. Он может быть еще более проамериканским, еще более монополярным. Монополярным. Этого хотели бы в США. Но не похоже, что у них это получается сейчас. Смотрите, просто когда вот, если мы так берем эту широкую рамку глобальности, да, и там биполярности, многополярности, но это просто вот как-то, вы говорите самое главное, что сказал за два года, но вот за последние месяцы, наверное, самое главное, сказал Си Цзиньпин. Он говорит, цитирую, результаты развития отношений США и Китая стоят того, чтобы ими дорожить. Вы знаете, как бы ощущение какого-то некоего разворота, некой разрядки, которая там сделала, сделала анонс там срочного визита ван и Соединенные Штаты Америки на этой неделе, готовящегося визита Си Цзиньпина с подписанием неких соглашений, документов, как бы обновления отношений США и Китая, вот как-то вот заставляют по-другому посмотреть на вот эту серию конфликтов и вооруженных столкновений, о которых вы говорите. Но мы же с вами не знаем, что ван и везет в США. Везет ли он туда голубя мира или требования капитуляции? Мы не знаем. Вы думаете, что может везти требовать капитуляции? Может везти голубя мира. В Китае сегодня понимают уязвимость администрации Джо Байдена. В Китае понимают, что любая встреча с Джо Байденом будет усиливать его позиции. Джо Байден. Может быть, Китай решил поторговаться. Может быть, для меня возможный вообще визит Си Цзиньпина в США, формат С, который запланирован, он для меня ну, если вы не хотите обманывать слушателей, зрителей, сложно из него сделать один вывод. Возможно, причиной этого визита в Айтии и возможного визита Си Цзиньпина является внутренний экономический кризис. Есть проблемы, есть проблемы, которые в кадровых перестановках, мы видим, сколько министров в последнее время в Китае были отодвинуты. Замечены под ковер. Министр обороны, министр технических налогий. Много. Там происходят серьезные кадровые изменения. Видим проблемы на рынке недвижимости. То есть мы видим притормаживание китайской экономики, которое они показывают за 6-8 процентов, а три только развития. Есть серьезные внутренние проблемы. Внутренние проблемы, причем они могут иметь политический характер, еще после ковидной реакции. Зачистка остатков комсомола. Си Цзиньпин тоже, с одной стороны, у него абсолютная власть. С другой стороны, Китая настолько обширная и многоаспектная, что она может съесть любого лидера. Китайский ЕФАН может проглотить одну свою голову и не заметить даже. В этой части. Это один из... Может быть, Китай чувствует сейчас определенную уязвимость свою и попытается стабилизировать отношения с США. Может быть, наоборот. Китай сегодня видит уязвимость США, видит неспособность США дальше решать глобальные вопросы. И везет требования уступить те или иные направления. В любом случае, США и Китай, они два ключевых бенефициария глобальной торговли, нищей международной системы. Они друг друга ключевые партнеры. И между ними... Если брать ЕС треугольник, ЕС зависима от экономики США, то это 1,3 триллиона долларов в год. Триллиона долларов в год. Они очень серьезно зависят. Возможно, таким образом Китай дает знак того, что они считают, что Байдену все-таки есть шансы победить. И Байден как-то нашел инструменты, как повлиять на Китай, как будет руководство поддержать его в этом процессе. Я бы не делал из этого каких-то выводов. Сам по себе визит Си Цзиньпиена не подтвержден еще. А Вань И и Блинкин встречались уже неоднократно. Я хочу напомнить, что Блинкин ездил в Китай. Возможно, это визит вежливости обратный китайской дипломатии. Поэтому тут мы не будем с вами фантазировать. Тут многоаспектный, многовариантный возможный сценарий. И никто на самом деле не понимает до конца, что еще происходит. Посмотрим по итогам встречи. Договорятся ли стороны о чем-то. Да, вчера две китайские компании Цовко, Цовко Интернешнл, это самая большая аграрная компания Китая. И вторая вылетела с названия. Подписали контракт 20 лет на поставку продукции сельского хозяйства США в Китай. Но это не твердый контракт. Это намерение. Нельзя даже это считать, сегодня я просто посмотрел внимательно, нельзя это считать каким-то переворотом. Более того, по секрету, Трамп в Китае лучше продавал ту же продукцию сельского хозяйства, ту же говядину. Были отдельные соглашения на миллиарды, на десятки миллиардов долларов в этой части. Посмотрим, что все же означает. Китай очень мудрое, умное государство с традицией огромной. И оно может попытаться использовать в нынешний момент слабости Байдена или для своих геополитических целей, или для целей просто межгосударственных отношений, попытаясь выторговать от США что-то большее. Также я выдану абсолютно версию, которую я, я ее не могу ничем подтвердить, но она должна прозвучать все же в нашем эфире, чтобы все-таки эта картина была полной. Напомню, что Ван И активно коммуницировал и представители Ван И с украинской и российской властью. Это один из пик, может обсуждаться Украина, спокойно может обсуждаться Украина. Я уже молчу о том, о плотных и тесных связях между Китаем и Россией, последний визит Путина в Китай, переговоры с Си Цзиньпином. Там могли обсуждаться определенные модели, которые теперь могли, могут вестись в США. Могут вестись. Кроме того, Китай является главным спонсором не только российской, но и иранской экономики. Тут и связь ключевая с Израилем, потому что Китай является главным потребителем иранской нефти. 50 миллиардов долларов, заключен контракт год назад. Тут все тесно завязано. Посмотрим, что ли получится, будет ли это реальная дипломатия, или это очередной этап такой риторической дипломатии? Ну, поживем, увидим, действительно. Давайте перенесемся в Украину. Кажется, такая завеса таинственности сторвана с темы выборов в Украине. Выходит Стефанчук и открыто, публично говорит, вот смотрите, шесть причин, почему выборы проводить сложно, или как шесть направлений, где надо работать. Здесь уже кто как относится. Есть люди, которые считают, что выборы нужны президента, парламента, что нужна война, не помеха. Страна поменялась, власть должна соответствовать новым чаяниям и новой стране. Другие говорят, что это убьет, похоронит Украину окончательно. И вот Стефанчук как бы выбрасывает вот эти пять-шесть пунктов. Что скажете? Подготовка к чему это? Зачем об этом говорить Стефанчук? Вопрос, я еще добавлю чуть-чуть сюда другой вопрос, он, мне кажется, еще более важен в этой части. Почему все ищут обоснования, почему выборы нельзя проводить? Вы видели одного, хотя бы представителя власти, который вышел бы и давал бы аргументы, почему выборы надо проводить? Я не видел. Зато все хором. А я вчера еще смотрел комитет по местному самоуправлению Верховной Рады, где выступали многие, очень авторитетные общественные организации, там опоры, ИФЭС и все остальное по выборам. Все хором ищут причины, почему выборы нельзя проводить. Что-то такое. Вы же знаете мою позицию, я высказывал ее в вашем эфире, я тоже считаю, что не демократические выборы нам не нужны. Спасибо, такой продукт нам не нужен. Нам нужны демократические выборы. Но просто убеждать тотально общество в отношении того, что выборы в чьих лицах как-то цинично, несоответственно, мандату. Тому мандату, который общество вручило нашим политикам на выборы. Последний. Мне кажется, что Украинская является следствием усиливающегося давления на украинскую власть в части проведения выборов. Я не говорю о Линдсе Грэма, я говорю о других сигналах, которые власть украинская получает в отношении того, что вы должны разделить полномочия. И перед вами выбор или широкая коалиция по израильскому сценарию. Или вы должны идти на выборы. МОН, МОНО, власть в Украине, в отличие от МОНО, большинства. Наши союзники все более и более плохо переносят. И эти сигналы в отношении того, что вы должны пойти на раздел власти, раздел полномочий власти, вы, возможно, должны пойти на выборах, вот таким образом публично заговариваются. Выдвигаются новые и новые требования, обоснования, почему выборы не могут пройти. Нет о том, что власть сделала для того, чтобы провести выборы. Какую подготовку совершает сегодня власть для того, чтобы провести выборы. Власть вообще не использует аргументов, почему выборы нужны. Вот я их не слышу, этих аргументов сегодня в этой ситуации. Финансирование не заложено, консульские учреждения не подготовлены, новый избирательный закон в парламент не внесен, хотя он разработан. Я знаю ее с соответствующей рабочей группой. Проблема голосования активного и пассивного права военнослужащих не решается. Проблема модернизации реестра избирателей не решается. Масса проблем, которые висят в воздухе, и по ним ничего не делают. Такое впечатление, что власть просто решила сейчас пока что, сейчас отказаться от выбора. И теперь ищет обоснование при поддержке части гражданского выбора не проводить. Я тоже не хочу недемократичных выборов. Недемократичные выборы нам не нужны. Но мы сейчас должны работать в другом режиме. Мы сейчас должны работать в режиме подготовки к выборам. Принимать соответствующее законодательство, накапливание ресурсов, усовершенствовать процедуры. В любом случае выборы должны пройти. Когда вопрос открыт, мы видим, что много, скажем так, публичных лиц как бы втянуто в этот процесс. Строятся теории о Елене Зеленской, строятся комбинации о том, что вот смотрите, это Стефанчук, почему он вышел с этими заявлениями, а он же второе лицо в государстве. То есть, если что, то он может быть. А вот там, например, почему бы какую комбинацию не разыграть, что условно весной 24-го года истекут полномочия президента Зеленского, тот скажет всем, я с вами, я никуда не уезжаю, но я уже как бы не президент, вот исполняющий обязанности Стефанчук. И тогда как бы все по-старому, но вроде бы как ну какая-то доля оправдательной такой легитимности у ИО президента, у парламента, все вроде по конституции и продолжаем воевать, продолжаем борьбу, но понятно, что не Кабмин, не Верховная Рада, это уже давно, а получается, что исполняющие обязанности президента оказываются, ну как бы в чьих-то руках, понятно в чьих, все той же Панковой людьми, которые сейчас управляют страной. И мол, это удобно. Что вы думаете по поводу этих раскладов на весну 24-го, когда де юре, да, вот президента выбирать по сроку без учета военного положения нужно? Елену Зеленскую в мире социологии, пока она проигрывает ключевым конкурентам. Но она перспективный кандидат с очень низким антирейтингом, но пока ее, ее как и заложного, пока общество не воспринимает в качестве кандидата. То же самое касается проблема, но в меньшей мере кличка, другого кличка, не мэра. Там и за счет фамилии, за счет факторов внешнего сквозства, того больше воспринимает как политика, но тоже пока он проигрывает существующим политическим кандидатам. Тут вопрос по-другому, вы меня все подталкиваете к краю пропасти постоянно. Тут вопрос по-другому, смотрите, как вы думаете, можно было бы просто удерживать власть, правда же, и не комментировать эти вопросы. Публичного какого-то давления особого нет. Ну, Линд Сигарем сказал, какой-то чиновник в Европейском Союзе сказал все. Общество украинское тоже выборы не особо требует. Социологию ему скормили в отношении того, что выборы нам не нужны. Сомнительная, кстати, социология, по моему мнению. Можно и не комментировать, почему он так ожесточенно комментирует. Потому что есть понимание западными союзниками, что если упорствовать и не проводить выборы, то власть может меняться без выборов. Особенно, кажется, обвиненная во всех провалах. Ну, какой-нибудь Авдеевке, очередной. Кроме того, истечение срока полномочий украинского президента добавит, об этом тоже никто не хочет говорить, добавит аргументов оппозиции внутри ЕС и США в отношении ограничения помощи Украины. Увеличивать помощь невозможно станет, а без увеличения помощи мы не сможем освобождать оккупированную территорию. В лучшем случае сможем обороняться. А нас будут грызть по кусочку, грызть, грызть по кусочку, отгрызать по кусочку в год, по городу в год. Кроме того, вопрос вообще не стоит не столько выборов, если честно говорить, а вопрос стоит о том, что Зеленский и его команда должны отпустить ВОЖ, вернуть свободу слова, возможность функционировать другим медиам, вернуть свободу политической деятельности для всех остальных партий и структур, которые являются легарными. Через эти партии и структуры, через другие медиа, через, например, канал прямого, реализуют часто свои интересы часть элит западных, в том числе американских. Зеленский, когда закручивал гайки, запрещал другие телеканалы, он не просто бил оппозицию, он уменьшал влияние всех, в том числе влияние Запада и Украины. Конечно, через разного рода антикоррупционные проекты, в последнее время ему прилетало, все эти расследования антикоррупционные, Министерство обороны, депутаты, все, но этого мало, это воздействует на общественное мнение, но не так тотально, как, например, телеканалы. Не так тотально, как Набирин Митин. Вот что волнует, потому что есть понимание в отношении того, что если даже не проводить выборов, власть можно потерять. и сегодня вот эта аргументация и риски эти реальны, придут такие же самые более патриотичные люди. Риски эти реальны, более того, вот эта аргументация в отношении того, а дайте нам 5 миллиардов для проведения выборов наблюдателей, если перевести на человеческий язык, это дайте время, дайте нам еще времени немножечко. Мы приведем выборы обязательно, но как только мы устраним эти проблемы, дайте тем временем не требуйте делить власть сейчас, не требуйте отпускать вожжий сейчас. Надо решить эти проблемы, как только мы решим, мы все это сразу же сделаем. Это в том числе следствие возросшего влияния Зеленского на западное общество, его хотят таким образом аннулировать, уменьшить. Это возможная подготовка, если смотреть еще на шаг дальше, стабилизационным соглашениям, я не называю их мирными, назовем их стабилизационными соглашениями. Ведь все говорят, что Зеленский никогда не сможет договориться с Россией. Нет, я так не думаю, смог бы, но все же ему не леет. Это не самая удобная фигура для каких-то договоренностей. Представьте себе, например, сыграем ситуацию, что вышел завтра на трибуну Валерий Залужный и говорит, мы армию сделали все, что могли. Мы отвоевали практически всю территорию Украины. Дальше вот с этим коррумпированным государством или даже коррумпированным неэффективным государством, дальше с нынешним уровнем помощи, который мы имеем от западных партнеров, больше сделать не можем. необходимо принимать реальность такой, какая она сегодня есть и готовиться в дальнейшем, будущем к освобождению всех оккупированных территорий. Вы думаете, много найдется голосов, которые будут противоречить Залужу? Или любому другому генералу? Ну, на Банковой найдутся минимум два, Зеленский и Ермак. Нет, это будут другие голоса, это будет визг, это будут другие голоса, они будут отвечать уже не об этом, их уже политика не будет интересовать. Я просто вам показываю, как ситуация может меняться, поэтому, условно говоря, военные или герои для Запада могут быть более удобные и договорибельные, нежели нынешнее политическое руководство, например. Или оппозиция может быть более удобной, нежели нынешнее политическое руководство, потому что оппозиция не принимала никаких решений последние два года не причастны ни к провалу подготовки, условно говоря, ни к ходу боевых действий. Тут все очень, очень, очень интересно и очень опасно. Смотрите, по поводу опасности, ведь давайте будем откровенны. Выходит, Шевчук, который говорит, что вообще нужно ловить, хватать, отправлять на фронт, людей мало, все должны служить и женщины тоже должны служить. Ну, как бы вышел и вышел, пообсуждали, что смотрите, люди, там, солдаты гибнут каждый день и каждый должен стать солдатом. В принципе, риторика не новая. Мы это слышали еще от прошлого министра Резникова, но сейчас возлагаются сообщества неких солдат, надежды на нового министра, что он наведет порядок с мобилизацией, ужесточит, все введет и людей будет на фронте больше. И вроде как, ну, дискуссия и дискуссия, есть о чем поговорить, там, мне журналисту, вам политологу, и мы это можем обсуждать, и обсуждали уже неоднократно. Но тут мы видим череду выступлений совершенно разных военных в своих соцсетях, которые на эту тему тоже высказываются. Вот прям друг за дружкой, прям вот на следующий день, прям вот такое ощущение, что волна поднялась, и ее не хотят опускать. И это не потому, что там, я думаю, что эти солдаты, которые записывали эти, ну, какие-то плохие люди или там им приказали вышестоящие начальники, но с таких совпадений не бывает. Что вы думаете по поводу вот этого механизма? Все пойдут на фронт, женщины, мужчины все, людей не хватает, все вперед, а тыл расслабился. Так думает армия, так думают родные и близкие солдат, которые сегодня служат. Так думает вот эта пассионарная часть украинского общества. Эти взгляды разыгрываются политикой. Кто-то хочет нравиться армии, понимая, что может быть Украину в будущем ждет гибельский сценарий, где армия будет стабилизирующей роль. Роль такого конституционного суда на случай всех политических проблем. Солдаты думают, что политики, когда говорят похожие вещи, то они искренне с ними, но на самом деле политики таким образом запугивают просто невоюющую часть населения, требуя от него большей тишины и лояльности, чтобы оно не возмущалось на социально-экономические проблемы, на коррупционные проблемы в том числе. само общественное мнение постепенно деформируется. Вчерашний ТМИС, да, вчера опубликованный, ранее опубликованный центр деминициативы, которые показали, что только меньше половины украинцев готовы воевать до конца в любых условиях, а вот эти появились группы уставших и группа за мир где-то по 20-25%, а тех, что воевать в условиях их стало где-то около 40-45%, и вчерашний ТМИС, который показывает, что около половины украинцев уже больше, самая большая группа украинцев считает, что война будет длиться долго и в ближайшее время победы не будет, в ближайшее время поражения противника не будет. Все это приводит к деформации общественного мнения, к запугиванию общественного мнения и разделению его на радикальное такое ядро, пассионарную часть общества и за нас. Другими очень легко управлять. Этим подвесел. Руслан, выходит Арестович и говорит, что Авдеевка это приговор. Причем Бахмут приговором не стал, Лисичанск-Северодонецк не стал, ну, можно перечислять там, да, вот, населенные пункты. А вот Авдеевка приговор для системы и власти. Что скажете, почему так себя ведет Арестович? Там просто за кулисами тихонечко аплодирует этому заявлению один небольшой олигарх, ключевые активы, которого сконцентрированы в Авдеевке и которого в последнее время связывают с некоторыми высказывающими таким образом политиками. Тут есть политические, экономики, военные аспекты. С точки зрения политической очевидно, что если мы потеряем Авдеевку, риски огромные. Если бы все считали наши аналитические отчеты, которые мы опубликуем, наш институт писал об этом еще месяц назад, когда ситуация еще не была в активной фазе боевых действий вокруг Авдеевки. Мы писали, что Авдеевка может стать следующим. Сама расположение, тактическое положение на фронте подталкивает Россию к попыткам окружения Авдеевки. Поскольку удалось в клинице южнее и севернее Авдеевки еще на первом этапе войны, сам город находится в полуохвате. При этом сам город потенциально может быть плацдарм для наступления, украинский плацдарм для наступления на Донецк. Ну, в случае смены баланса и сам город и его окрестностей являются территорией, с которой активно работает украинская артиллерия в российским тылам. Ну, это военный аспект. Политический аспект другой. Если Авдеев попадет, это будет значить провал контрактного наступления, ответственность за которого давно и последовательно возлагают на президенты. Ведь СМИ постоянно пишут, что западные союзники просили наступать только на одном направлении, а не надо было наступать на Бахмут. Ведь СМИ пишут там, что равные политики на этот вопрос. Ведь были созданы политиками не военные, военные были осторожны, и заложные, и милии в свое время, были очень осторожны в этих прогнозах. А политики создали завышенные ожидания. И если мы сейчас от контрнаступления, если мы в этой ситуации потеряем Авдеевку, что бы дальше не происходило на Южном фронте, даже если мы возьмем так мало, это политически перечеркнет в значительной мере наступление и перспективы, и политическую оценку, и политические результаты этого наступления. Вот, вот какой политический эффект. Кроме того, обратите внимание, что Арестович слева, а Порошенко справа, ну, команда Порошенко, одинаково атакует эту тему. Если случится кризис под Авдеевкой, очевидно, это будет означать команду старт для позиций левой и правой одновременно, для атаки президента, для атаки слуги народа. И экономический аспект. Напомню, Авдеевский как Сахим, который по разным оценкам в свое время формировал до 20% корпорации Ахметова. Ядро, жемчужина из того, что осталось сегодня у Ахметова. С военной политической точки зрения мы видим сейчас, мы находимся снова на этапе борьбы за военную инициативу. Украинское контрнаступление, которое началось в июне, привело к ситуации, при которой Украина постоянно наступает. А Россия в основном оборонялась. Движения России на Купинском направлении были минимальны. Все же, если России удастся захватить Авдеевку, это означает, что она снова перехватывает военную инициативу, и теперь она будет планировать новое наступление. Мы вернемся в период БАУ, в период прошлой зимы. Борьба за инициативу, хотя, я думаю, что это не приведет к какому-то перелому в войне финально, но владение инициативой в период американских выборов это прямой инструмент влияния на результаты американских выборов. Раз. То есть, возможно, наступаешь, отступаешь, лучше. Ну, упрощаем ситуацию. И это формирование более выигрышных переговорных позиций для начала настоящих переговоров с новой администрацией США в 2025 году. Кто выиграет 2024, даже с точки зрения политических символов, я не думаю, что случится перелом в войне, тот будет стоять на более сильных позициях на переговорах в 2025. А они, скорее всего, в 2025 начнутся. Вот почему, если сложить эту Авдеевку, вот взять эту Авдеевку за Авдеевкой на самом деле и внутренний политический кризис в Украине, и стартовые переговорные позиции, и исход американских выборов, много-много-много-много чего под этой Авдеевкой. Ну, да, я хотел бы ваше мнение услышать о дальнейших действиях Российской Федерации. Но, смотрите, в чем дело. Многие как бы смотрят на календарь и понимают, что приближается начало избирательной кампании Путина. И вот он должен выдвинуться по идее в начале ноября, и, соответственно, весь этот период будет избирательным. Как это повлияет на действия вооруженных сил Российской Федерации в оккупированных районах Украины, на фронте в Украине? Если Россия будет чувствовать, что перехватила военную инициативу, будет наступать изо всех сил, чтобы хотя бы по деревне в день или по деревне в неделю Россия в египте. Если ситуация будет круглая, то я не случился на период интенсивной избирательной кампании. В период последних двух-трех месяцев Россия наоборот перейдет в оборону и пытается ничего не потерять. Удержать все, что есть. Чтобы это не повлияло на настроение избирателей. Все зависит стратегия вливления выборов российских и стратегия во время этих выборов будет определяться где-то там до января. Вот период до января следующего года Россия будет осмысливать, что происходит, определять стратегию и тогда уже двигаться дальше. Руслан, как вам кажется, вот есть шанс на некие переговоры до конца года для того, чтобы вот эти стабилизационные договоренности произошли раньше и как бы предваряли все там политические и военные ну, некоторые события, которые, вокруг которых сейчас много копий ломается и которые все ждут, ожидают и смотрят на них. Шанс есть, но должно что-то перевернуться очень серьезное в окружении Байдена и американские элиты должны, нынешние американские элиты должны перенесмыслить свои цели, свои положения. Шанс есть небольшой. Почему, смотрите, любые реальные договоренности на данный момент, они могут быть только компромиссными. компромиссными это означает сделать уступки друг другу. Любые уступки друг другу, там, не знаю, по Израилю, по Украине, будет очень тяжело восприниматься Украиной и будет означать ту иную форму победы или каких-то достижений России. Байден сегодня не готов на такие уступки, наверное, но если он не решит, не знаю, разорвать, разрубить этот узел, резко развернуть стратегию американскую, но он не готов на эти уступки и, соответственно, любые договоренности невозможны. Друзья, я всех призываю подписаться на канал Руслана Бортника, сделайте это, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете, достаточно интересные моменты, но еще парочку я хотел бы ваше мнение о них узнать в финальной части нашего с вами сегодняшнего разговора. Руслан, а как вы относитесь к Шарию и что там у него с Виллой произошло? Какая-то очень детективная и, как утверждают все, не политическая история, но связана с Россией, Украиной, наркопреступностью, ну и опосредована с определенными фигурантами, которые сейчас появляются в паблике и говорят о том, что Шари на них клевещен. Никак не отношусь к незнакомым. Фейсбучные друзья когда-то были, сколько я помню, но так лично с ними мне знакомы, хотя я дистанционно наблюдал еще Шарья, когда он работал журналистом издания From You in 2008 в 2008 Последний раз я его где-то вживую тогда видел. Пока у него был еще YouTube канал, работал, пару раз смотрел его видео, прекрасно у него была большая аудитория, хороший маркетолог именно в плане в этом. Хуже, конечно, чем Александр Шарья, но все равно хороший. Но я честно, что там забрасывают бутылками его поместье. Я не думаю, что Шарь каким-то образом серьезно влияет в Украине вокруг Украины вообще в этой ситуации. Мне кажется, что он давно стал уже заложником игр спецслужб. меня всегда удивляло, пока я еще видел его сюжеты, его проинформированность, которая невозможна без работы специальных органов или, маловероятно, без работы специальных органов разного. Не обязательно спецслужбы, не обязательно, скажем так, какие-нибудь КГБ. Это может быть просто разведительные структуры полиции. Но очень много было инсайдов сугубо такого уголовного, теневого, который нарабатывает спецслужбы. Но я не думаю, что Шарик является фактором или актером сегодня в нашей политике даже сложно что-то обсуждать. Просто понимаете, в чем дело? И вы, наверное, заметили шесть подростковых, в общем, юных самоубийств в Киеве за последний месяц. Вчерашний день плюс два самоубийства уже людей взрослых, людям за 30, ну, вроде как, мужчин. И везде, ну, по крайней мере, давайте так, в третье точно фигурируют в сообщениях наркотики. Причем там разные, уличные, там, скажем так, люди сами там виноваты. Я просто к чему как бы это веду? К тому, что война вот эта уже идет более 600 дней и вскрывает нарыв за нарывом. Вот это проблема получается, да? Это проблема ну, вот этого периода времени. То есть, дальше будет еще какая-нибудь жесть гораздо хуже, чем мы вот наблюдаем сейчас. сейчас самоубийств меньше, нежели было до войны. Но и численность населения меньше. Надо учитывать. Я, я как эксперт находюсь в очень сложной ситуации. Я вообще думаю, поддержить эту тему или просто поставить на ней точку. Почему? Потому что западные исследования говорят о том, что если публиковать информацию, например, о ДТП или самоубийствах, то количество таких случаев возрастает в регионе, где она публикуется на 40%. У нас травмированные общества, все общество переживает глубокий ПТРС. Я, может быть, сейчас скажу непопулярную вещь. Все абсолютно. И та молодежь, которая сидит на наркотиках, и та молодежь, которая тусит в ночных клубах или играет в футбол, она тоже ПТРС. Этот ПТРС другой, нежели у солдат. Другой. Но это тоже глубокая форма ПТРС. Сегодня, в силу того, что никто не может спрогнозировать и рационально обосновать будущее, нет картины будущего, люди потеряли абсолютную уверенность. И поэтому пристрастие к разного рода пагубным привычкам будет только возрастать. Игромании разного, употребление всякого, всего запрещенного, будет только возрастать. это форма ПТРС. Нам с этим надо бороться путем создания позитивного контента, путем создания позитивных, ну, нам, не только нам с вами, прежде всего, политикам власти, путем создания позитивной и рациональной картины будущего. Иначе это... Каких еще телемарафонов вам не хватает? И тут я хочу слово на три буквы написать. Или на пять. Да, на пять. Понимаете, волны вот этих негативных явлений будут проходить через наше общество еще долго после окончания войны. Вспомните, если вы, не знаю, я не знаю, выражение, как бы, но я, например, еще помню, и мои родители мне рассказывали, вот этих бухающих ветеранов Второй мировой войны, ветеранов, вот этих даже неслуживших людей, людей, побывавших в оккупации, побывавших в Германии, которые были вывезены, раздерпанных, растрепанных, разорванных ментальных людей. Нас, мы уже это переживаем, но в силу войны мы на это еще не обращаем внимания. После войны или в случае стабилизации на этих проблем будет все больше и больше. Власть это понимает в какой-то части, но реагирует по-своему. Через каннабис. И мне один из депутатов говорит, ты понимаешь, что я раньше был противником легализации? Я говорю, я помню, поэтому меня удивляет твоя позиция сейчас. Говорит, понимаешь, у нас 5 миллионов людей, только официально будет ПТРС. Не все в каких-то аспектах еще более деструктивен, нежели каннабис. Поэтому я считаю, что надо легализировать. Надо легализировать каннабис как дешевый способ релакса для травмированных войной людей в будущем. Ну, это как бы отдельная тема. Ну да, проблема колоссальная. Я думаю, что наше общество будет тотально психически больным после войны. Но не только наше, все, кто воевали. Все, кто напротив нас воевал тоже. А еще есть риск, что наше общество будет менее образованным. Прокомментируйте в завершении нашего разговора отмену заочной формы обучения, ставку на дистанционку и дневную форму. Нам рассказывают о том, что это вот прям последний шаг к европейской системе образования. Теперь будут не часы, а кредиты. Причем, мобильность обучения может быть, сегодня ты учишься в Киеве, а завтра ты поехал куда-нибудь, не знаю, в Париж, а послезавтра возможно в Америку рванул, у тебя кредиты. Вену на кофе. Вену на кофе. А это украинцы уже. Это просто потрясающе. Во время запрета на выезд действующего мужчинам с 18 до 60 рекламировать и оправдывать пропагандировать отмену заочной формы и нововведений в образовании, что это вот мобильность. Что думаете, зачем отменили заочку? Формально это продолжение реформ. Кому-то нам нужно получать дальше гранты, пилить средства и показывать какие-то изменения. Причем, поскольку набор позитивных изменений практически выщипался, у нас в основном пошли уже многие годы подряд негативные изменения. Реально чуть история другая. Смотрите, идет борьба образовательной системы между старыми образовательными кадрами, которые сконцентрированы весном сегодня на уровне вузов. Там люди с критическим мышлением, ректора, бывшие министры образования, То есть вот старая образовательная элита наша, она сконцентрирована там, в вузах. Эти вузы полуавтономные, они имеют свои источники доходов через контрактные формы и все остальное, а образовать заучка это 90% если не больше, это контракт, даже больше, или 100% в большинстве случаев. Кое-где там есть государственный заказ. Вот эта часть, которая живет в полуавтономии, такая себе децентрализация образовательная у нас существует. И есть молодые реформаторы в министерстве, которые у них другие взгляды абсолютно. Они хотят держать под контролем образовательную систему. И они решили не рубить финансовый корень вот этих старых образовательных денег, лишить их возможности зарабатывать на заучке. Заучка это и формально дополнительные средства в вузы и образовательные заклады и неформально дополнительные средства. Мы прекрасно знаем, как функционирует эта система, хотя я вам скажу, что у меня три высших образования и два из них заочных, я ни в день ни разу не платил в жизни не платил за образование в уме ввиду каких-то взяток. Но говорят... не за образование за оценки имеется ввиду. Говорят, что такое происходит. Что касается кредитов, это могилянская модель. Я учился в Могилянской академии с 98-го года по 2007-й. У меня две специальности. И у нас для того, чтобы получить специальность, не надо было прослушать обязательно набор дисциплин. Надо было набрать определенные кредиты, часы прослушанных дисциплин по определенным направлениям. Своя система для Могилянцев известна. Извините, я чуть-чуть расскажу нашим зрителям в этой части. То есть где-то треть была обязательной дисциплины, которая устанавливается в Министерстве образования Украины. Дай бог, чтобы не Министерство обороны в будущем, конечно. Хотя не исключаю. И две трети было выборных дисциплин. Когда у тебя был список 10 дисциплин, с которых тебе надо прослушать две или три, ты выбирай, на какие курсы записаться. Конечно, это стимулировало преподавателем, конечно, ты получал более качественное образование, потому что ты выбирал себе то, что нужно. Более того, я себе выбрал еще вторую специальность в политологии и социологию, и там наслушал курс кредитов вот этих. 40 кредитов мне надо было наслушать, и получил еще и там диплом. Все это не сильно можно сделать за два года, нет, но за три года спокойно, а можно делать это 6-7 лет. Нас были по 10 лет учились, восстанавливались, учились, потом снова вышли в академический выпуск. Это могильянская модель. Эта модель характерна образовательным учреждениям в США и Канаде. Она при грамотном использовании, она более гибкая и полезная для студента, но в нас она очень тяжело будет работать. Она требует высокой компетенции управления самим вузом, высокой компетенции преподавателей, высокой гибкости программ, потому что, представляете, тут вуз планирует, там, не знаю, 100 курсов, а на них запишутся только на 20. А преподаватели, программы сделаны, их не будет этих курсов. Тут они получат что-то, если преподаватель плохой или что-то такое. Может получиться ситуация, как с новой Куринской школой, которая уже где-то работает со скрипом, часто вообще не работает, которая привела к снижению качества образования. Хотя в Могилянке эта система функционировала, я считаю, что хорошо. Наши зрители, наверное, не согласятся, но с учетом количества депутатов и министров, выпущенных в Могилянке за последнее время, не политологов, к сожалению, а депутатов и министров, то, наверное, она что-то все же, эта система делала. Но она требует высокой компетенции и именно... Так себе аргумент, Руслан. Так себе аргумент. Аргумент так себе. Как вам сказать? Образованные люди это же тоже как бы инструмент. Они могут и страну построить, а могут и уничтожить ее, могут обогатить, могут разграбить. Да. Ну, знаете, просто пока что это выглядит так, как с переименованием поселков городского типа. Поселение. Поселение. К опыту Российской империи обратились. Тогда были там всякие... Освобождали людей после заточения длинных, то их отправляли на поселение. Понимаете, исчерпался набор позитивных изменений. Теперь пытаются рыться где-то в истории и находить новые слова. Вместе того, чтобы искать новые смыслы, новые инструменты, ищут новые слова, новые формы постоянно. И иногда уже хватает себя за хвост. Ну, а с другой стороны, никто же об этом не догадается, потому что никто не помнит уже, а образование было так себе, кредитов по истории государства российского не выбирал никто, поэтому смысл. Поселение и поселение. Главное, чтобы не как в Советском Союзе. нам нельзя жить, нам нельзя переписать, мы не можем переписать историю прошлого, мы можем написать только историю будущего. и вот каждый раз, когда мы что-то делаем на государственном уровне, мы должны прежде всего исходить из того, какой реальный результат это нам даст. Если СМТ переименованное поселение получит дополнительную школу или больницу, я за двумя руками, но я уверен, что они не получат ничего. Я уверен, что они ничего не получат, просто поменяем выиски, еще мы потратим дополнительные деньги на переименование, а какой-то черт получит очередной грант. Ну да. Друзья, чтобы следить за всеми чертями, за грантами нет, но за чертями точно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что думаете. Руслан, благодарю вас за ваше время и ваше рост. Вам спасибо, Александр. До свидания. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.